Открываю, видите, нету, ноль. А горячая льется кипяток. Вот сейчас две минуты пройдет и невозможно ее, ничего с ней не сделаешь, не искупаться нельзя ничего. Вот целую неделю сижу и выглядываю. Одинокие пенсионеры, такие как Василий Иванович, отсутствие холодной воды обычно переживают менее болезненно. Малолетних детей нет, да и готовить себе приходится реже. Однако ее недельное отсутствие не оставило равнодушным даже его. Мне позвонил, никто мне ничего не сказал, что придем, не придем, ждите, все. Теперь завтра опять звони, опять скажут, ждите и опять неизвестно, придут или не придут. И придут-то что, надо решать проблему, а просто так приходить, зачем они тут нужны. Вот у меня были банки, а сейчас все покончалось, уже все пустое. Надо теперь вот идти и набирать. Видите, вот уже осталось чуть-чуть. Кто-то ходит за водой в ближайшую колонку, кто-то к соседям, а некоторые и вовсе не дожидаясь, пока остынет горячее, вынуждены покупать холодную в магазине. В общей сложности окутаны этой проблемой 9 квартир в подъезде по одному стояку в 52-м доме по улице Горького. За неделю засухи жители ежедневно звонили в свою управляющую компанию. Звонили со старшей по подъезду и по дому в четверг, разбирались, значит, 510-510, звонили, мы в субботу разбирались. Вот. Сегодня звонила соседка с этажом выше над нами, то же самое. Но ей сказали, что никаких заявок не было от нас. Но, как оказалось, первой городской управляющей компании не только знают о проблеме жителей. Более того, слесари ежедневно бывают в квартире очаге сухой проблемы. Еще неделю назад в квартире Руслана потекла труба и даже затопила соседей снизу. Воду перекрыли. Но кто знал, что из-за нерасторопности слесарей или попросту их халатного отношения к работе проблема затянется на неделю. Сантехник посмотрел, сказал, что нужно плитку снимать. Сняли плитку. Второй сантехник на следующий день пришел, тоже осмотрел. Сказал, нужно еще кого-то там вызывать. Пришел третий, начал смотреть. Тоже говорил, еще выше надо разбирать. Ну, в общем, сегодня приходил четвертый уже, да. В итоге слесари не пришли к единому мнению. А банальный прорыв трубы обернулся такой неприятной ситуацией. А пока сотрудники первой городской управляющей компании бестолка посещают уже нервных орловчан, диспетчеры аварийной службы вооружились заготовленным ответом. Дело в том, что отключен стоя холодного водоснабжения по той причине, что жилец в квартире номер 119 не дает, не предоставляет доступа для замены стойка из другого материала. Диспетчер как раз говорил о Руслане. Вот только он ежедневно принимает у себя слесарей и ломает свою плитку. То ли не договорились между собой, то ли действительно в полной мере не владеют проблемой. На ситуацию, когда управляющая компания игнорирует тех, кому в первую очередь должна помогать, не может или даже не хочет повлиять городская администрация. Вновь жители остаются со своей бедой наедине. И, как заверяют активисты, перед тем, как обращаться в последнюю инстанцию в суд, есть еще один орган. Нужно обращаться в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении закона о защите прав потребителей. Управляющая организация должна, как исполнитель коммунальной услуги, предоставить им коммунальную услугу. Эта коммунальная услуга не предоставляется. Это функция Роспотребнадзора. Более того, по окончании месяца жители вправе подать заявление для перерасчета платы за холодное водоснабжение. Допустимое отсутствие холодной воды в квартире – 8 часов в месяц. А тут уже подбирается к 100 часам. Вот такие суровые реалии, когда каждый орловчанин должен надеяться исключительно на себя. Когда даже городская администрация, казалось бы, в банальных вопросах, жителям не помощник. Как всегда, она отстранилась и в вопросах взаимоотношений управляющей компании и жителей. Количество чиновников настолько выросло, что найти и организовать интервью с компетентным в этих вопросах лицом предслужбе требуется не менее трех дней. Кстати, слесари в последний раз обещали заменить трубу с первого по девятый этаж. Это они должны делать за счет управляющей компании, а не за счет кошелька жителей. Вот только когда это произойдет – пока большой вопрос. Ирина Комнатная и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.